всем привет друзья всем привет так сейчас я только единственно наш погнали и так я всегда как говорится с опозданием большим до нас вещают темы всякие разные когда они уже проходят до то есть когда вот и пицца когда заканчивается как говорится вся качество и переключу на камеру другую вот на это вот так обычно всегда начинаю значит обсуждать свои вопрос когда уже все заканчивается да ну не то что заканчивается а когда уже от эпицентра волна далеко взрывная вот ну для тех кто не в курсе я сейчас расскажу быстренько в чем ситуация но поясню почему я так опаздываю всегда вопрос в том что по горячим следам информации всегда очень мало надо подождать пока все говно всплывет как говорится наверх и не только говно вообще станет информации как можно больше когда выскажутся все участники когда все все расскажут и вот уже сейчас прошло довольно много времени и появилось много высказываний с одной стороны с другой от свидетелей разных очевидцев различные видео можно найти информацию и тогда можно будет к ней отнестись и не предвзято ну конечно предвзято но более объективно скажем так и вот сейчас это все произошло и я созрел для того чтобы посвятить эту тему более подробно я методист системщик поэтому я эту тему рассматривать буду не с точки зрения взаимодействия двух товарищей одного из которых я знаю хорошо и уважаю по его трудам это макс и денег именно поэтому предвзятость сразу могла присутствовать бы вот другого не знаю но так полистал посмотрел видео его различные все вот и сложил о нем тоже представление свое так вот разве не только о них а о том как они противоборствуют между собой и что послужило конфликт с причиной конфликта еще и более широкой теме то есть о том о том вообще как современных боевых искусствах происходит вот это вот все такое вот взаимодействие когда один другому как и считается на хамил или выслал что-то не так и вот вызовы дуэли надо ли принимать их а если принимать то как и по каким правилам и кто должен если мы принимать но давайте я расскажу вкратце сейчас о том что произошло есть две версии 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 от сам с одной стороны от макса дедика и версия от учеников майстрового сам майстровой по этому вопросу не высказывается вообще никак то есть я тоже расскажу почему я думаю что он этого не делает и так версия а макса дедика значит первое да ну кто не знает макс дедик это в прошлом чемпион мира по а по кёкушину то есть хороший боец замечательный мастер хозяин до дзё очень хорошего вот у него масса хороших учеников ребята занимаются здорово снимают хорошие видео тренируются очень тяжело вообще великолепно то есть макс воплощение мастера боевых искусств которые не только имеет какую-то команду своих учеников но и постоянно занимается сам совершенствуется ездит в том числе по разным странам занимается духовными практиками был на тибете вот то есть интересный человек на самом деле за ним интересно наблюдать я у него был на семинаре у него кстати есть моя макевара мбш считайте это рекламой ради бога вот я ему ее сам подарил это был единственный исключительный случай когда макевару подарил вот вот не продала подарил еще другой но там учителю сам своему доктору йорге это все понятно а вот когда стороннему человеку это единственный случай вообще в моей жизни когда я кому-то макевару подарил вот чтобы не подумать что как сказать что я дарю макевары для рекламы просто макс интересен мне было еще до семинара я был ну знаком с его работой и мне захотелось бы такой подарок сделать вот теперь дальше про мастерового про него я ничего не знал про этого человека до тех пор пока не произошел данный конфликт и я не решил посмотреть все что о нем есть вот так вот можно быстро найти оказывается про него снималась передача кстати это очень важно потому что это и послужило началом конфликта значит передача на боевых ботаниках снимал ее женя не помню как его фамилия ну в общем интересные часто сюжеты на боевых ботаника бывают и вот эта конфликтная ситуация была и инспирирована евгением умышленно или нет это никто не знает но судя по тому какие он дает интервью и насколько любит скандалы и по его каналу пекло не а можно понять что он гонится за хайпом именно для того чтобы вернее способами скандальными вот что это было за видео видео это было про школу одну из школы кинавского гуджурю не самая распространенная не самая популярная я даже ее название не знаю хотя с миром боевых искусств с миром каратэ знаком неплохо вот синдорю по моему вот что-то как-то так не буду врать вот они себя по крайней мере позиционируют как и кинавской гуджурю но насколько я почитал потом есть ответвление в японской гуджурю ну так вот человек начал заниматься мастровой этот очень давно есть видео с ним где он такой худенький достаточно сейчас он такой массивный мужчина килограмм за 100 с лишним довольно большого роста крупный такой и что можно сказать о нем вот больше ничего только что он основатель своей вот этой ветви этой школы в россии потому что не похоже это на кинавской гуджурю это похоже на рукопашный бой ну реально то есть там ничего но кинавского такого аутентичного вообще ничего нет мы если сам сравнивать предположим с кинавским гуджурю которые предположим тот же самый с курилка богдан у них есть аутентичные такие техники характерные только для кинавского гуджурю и здесь ничего особенного нету все есть это и шутокане во всем но мастровой позиционирует это как реальный настоящий бой показывая золотые какие-то самсвязки как он называет которые ну ничего там особенно это и банальщину короче показывал и все такое но все это подавалось под таким соусом в этой передаче что это вот настоящее что не кёкушин никакие другие стили ничего это они все не заточены по самой под реалии а вот у них вот у мастрового вот это реалии вот это вот да ну и все это с таким с задранным кверху носом еще с высоты своего высокого роста еще выпить вперед такой солидный пузик кстати двигается неплохо вот что хочу сказать двигается он для своего своей массы быстро резко понимает что делает то есть по всей видимости человек драться умеет и бить умеет а учитывая свои габариты может ударить очень сильно то есть такой человек на улице реально представляет опасность но ничего сверхъестественного он не производит если его там ученики предположим которые поменьше габаритами и пониже ростом они ничего абсолютно не сделают с бойцом комплекции который тоже хорошо умеет вы драться но и любого другого направления и занимается спортивными направлениями знаете вот однозначно совершенно но это мое мнение но я считаю что она правильно потому что она видно суть движения и опять же посмотрел я их кумите то есть как они дерутся да дерутся они вот чем молодцы они молодцы они дерутся как молодцы так относительно конечно голыми руками голыми руками в полный контакт но чем это их отличает предположим от того же кое кочергина но ничем не отличает точно так же даже я бы сказал бы что у кочергина то это более по зверски все дело выглядит и более жестко еще конечно любая боевая система которые занимаются системно регулярно методично имеющие полноконтактные бои однозначно приводит к результату то что люди не боятся драться у драться умеют ну вот и все по это дело так опасно все вот с этим я соглашусь опасно но не единственное понимаете в общем все дело и это конечно в какой-то степени за дело макса дедика наверно потому что там было сказано что кокушин это вообще как бы фигня это вообще нереально все это г условно говоря вот макс это за дело потому что мастер макса мастер кокушина вот и он в кулуарной беседе после каких-то съемок может того же пекла самого вместе с жени вот этим вот который из боевых ботаников значит высказался не называя не школу не имя ничего не называя вообще причем говорил он это не на камеру жени включил камеру но видно что включена камера была из подволь потому что съемка это не специальная такая это съемка кулуарная потом чем макс говорит что просил это видео не выкладывать не давал разрешение скажем так чтобы выкладывать вот женя хайпанул когда выложил его просто хотел хайпануть так вот в этом видео не называя не стиль не направление не школу не конкретных людей изображается некий человек который рассказывает о реальном карате о золотых связках о том какой он крутой боец и все такое прочее вот конечно если посмотреть видео боевых самих ботаников можно заподозрить узнать в этой пародии того же мастрового можно вот ну и вот но я говорю опять же личных упоминаний фамилий имени нету вообще видео конечно такое жестко она она прикольная но она прикольная по жесткому такому по черному то есть потому что там много матершины но понимаете это же видео это записывалось не для широкой публики это вообще было не видео просто это был такой экспром со стороны макс ну и вот проходить несколько дней к максу в додзио во время семинара по однокеновскому годжирю и который именно курилка проводился богдан и семинар макса дедика приходят ученики мастрового это я рассказываю версию дедика не приходят ученики мастрового с целью попросить в ней заставить извиниться за перед учителем сам своим желательно на камеру это версия макса дедика вот причем опять же по версии макса несколько человек записалась на семинар инкогнито они как бы пришли на семинар а потом подключились а двое пришли чтобы просить прощения то лучшее там ученики этого мастрового вот макса и вежливой форме как он рассказал отказал пригласил к себе в кабинет не рассчитывая ни на какие конфликты то есть его пробуй этих людей смоги пропустила мама макса дедика которая сидела на рецепции он провел а к себе в кабинет где за ширмой были его жена и дети вот и просто чтобы побеседовать но люди стали в резкой форме то нас требует извинений в итоге все перешло в потасовку там подключилось еще одно лицо это сергей бадюк который предложил покинуть это помещение все перенеслось как бы в другом направлении куда-то где состоялась драка в которой макса но то добился от этих самих людей каким-то значит образом вот и после чего эти люди написали на него заявление в сми полицию макса задела опять же то его же версия то что люди ворвались как говори ну вот то есть были кучи им то есть это было с запланированная а то есть часть людей на семинаре часть так то что этого всего так как вы макс вроде как должен пострадавший сам стороной был с выступить на него еще и накатали заяву в полицию вот это его версия из-за этого что это все произошло это его задело лично он вызвал в на ю тубе в интернете на бой с мастрового с целью получить сатисфакцию причем это не исключает того что он написал встречные заявления в полиции будет еще решаться все в сфере правового законодательства то есть сам не правом как без методом все бы сейчас в правовом самополе но еще вот будет и как бы он инспирирует такую как бы тему что будет в разборка будет разборка то есть он хочет получить сатисфакцию в бою теперь версия учеников сам и мастрового которые тут же на это заявление макса дэдика записали свое видео интервью серия там различных видео и рассказывается следующее что да они действительно пришли вежливо очень аккуратно себя вели корректно прошли на семинар что те люди которые якобы со слов макса дэдика записались на семинар это вообще не их люди я нет не знают их было только двое кто пришел они попросили значит извиниться он не извинился причем высказался грубо нахамил им потом убежал куда-то прибежал с палкой начал их избивать палкой в итоге значит раз него они стали на него тоже как бы ну нападать зачем вернее защищаться в связи с чем вынуждены были не просто руки подставлять под палки и попытаться там ударить макса всех разнимал сергей бадюк в итоге все переместилось какое-то опять же в другое пространство ну и на этом все закончилось короче говоря ну вот и они пошли в полицию написали заявление что на них было совершено нападение с палкой вот как бы вот такая тема вот все и значит а в ответ на вызов макса дэдика появилось видео от одного из учеников самоге мастрового который говорит мамой это максу макс ты ты типа чемпион мира я чемпион мира давай подеремся с тобой вот мастровой ничего не заявляет не отвечает вызов не принимает вот типа вот ученик то есть складывается впечатление что то ли его значит ученик сам хочет ответить за учитель самого своего либо значит учителя его выставляется мне на бой вот вот какая значит тема как это все сам развивалась а вот теперь давайте я начну рассказывать что я думаю по этому поводу как вообще все это дело выглядит ну давайте предположим что истина лежит где-то посредине всегда так так и бывает то есть куча никита мастрового узнали в пародии макса дэдика своего на учителя и решили прийти потребовать нас извиниться макс и монт отказал в грубой или вежливой форме это совершенно неважно дальше разгорелся конфликт конфликт вот здесь очень важно конечно кто был инициатором реально потасовки к то есть сам гидраке вот здесь вот это ключевой фактор кто затеялся мне драку хотя могла сложиться ситуация когда люди для того чтобы сохранить свое лицо вынуждены принять бой в любом самом деле случае то есть и ситуация может зайти в такую в такое сам ги русло когда непонятно кто драку затевает потому что она становится неизбежно ну давайте продолжим сам и дальше вне зависимости от того кто затеял драку драка состоялась вот теперь кто что должен смоги потребовать вот давайте рассматривать такое событие значит мастровой это возбудился если он свете прислал своих учеников если это так они этой а они их инициатива это было сомки спросить учителя то значит он вот обозлился на то что дедик высказал ну пародировал именно его дедик же возбудился по поводу того что был как бы сказать но то скорблён кёкушин то есть у них совершенно разные знатобиды дедик оскорбил мастрового как бы нужно с того считает лично хотя я считаю что тут оскорблений какого нет была пародия но не указывалось никто ничего вообще никак то есть не стиле ничего то есть то трудно что-то предъявлять мастровой же высказался против сам стиля кёкушина что это нереальный стиль и дедика это оскорбила вот кто за что спрашивает потому что здесь ответка может быть совершенно разная если предположим дедик оскорблён тем что мастровой оскорбил стиль то он вправе потребовать от мастрового бой как учителя от учителя но если мастровой может просто заявить что он не самый лучший в мире боец хотя и занимается самым лучшим и самым прикладным в мире каратэ и то он имеет право для защиты своего стиля которая самый натуральный самый зареалистичный выставить кого-то из своих учеников реально но тогда и в этом случае и дедик имеет абсолютно полное право для защиты стиле кукушина выставить какого-то бойца от кукушина а не самому надо отвечать за это дело потому что здесь будет противоборство стилей а не противоборство людей то есть это люди отвечают за за стиле если это так они могут выставить лучших учеников к лучших бойцов которые согласятся причем а правила должны быть унифицированы о которых они должны заранее договориться так чтобы при любом исходе боя какой бы в чью бы пользу не был не было потом с вами претензий что мы не на своем это поле собственно говоря приняли бой но не сам поле то есть имеется ввиду не по своим правилам да то есть это на на максимально реалистичный бой должен быть либо бой по правилам ммм и например ну как то вот так вот когда можно практически все или по каким-то другим когда вообще можно вообще все и в пах бить и там не знаю в глаза тыкать конечно это уже совершенно не в правовом поле и вне закона будет такой-то поединок вообще вне закон но как говорят некоторые карате вне закона ну вот и поэтому об этом поединке мы не узнаем ничего если с кем-то из них что-то произойдет потому что иначе другого тут же посадят если же они выйдут в ринк и по каким-то правилам то мы можем увидеть двое и все это понять но учитывая то что мы с травой не нурт отвечает и личный вызов не принимает по всей видимости он рассматривает данный конфликт готов наверное рассматривать его теперь как и конфликт между и стилями но тогда совершенно непонятно почему он возбудился на ролик который пародирует и как он думает его пусть и спрашивает тогда не за стиль а за себя то есть просто конкретно сам приходит к максимует макс ты не прав объясняет в чем дело и требует это самое ну извиниться нет ни через своих учеников и какого-то конфликта сам непосредственно вот и тогда это будет вообще-то правомерно макс либо извиниться либо нет либо они найдут какой-то компромисс если не найдут а может состояться и поединок вот вот такая тема а здесь вы понимаете все перепутали в одну кучу это кисель что типа кто за что должен ответить за стиль кто-то должен ответить или за человек за личное вот оскорбление теперь а по вызову от ученика мастрового и если во время конфликта который состоялся у макса в дотзю этот значит ученик понес ущерб а он там был его действительно побили палкой и он вызывает на бой макса тут наверное это правомерно хотя мак может отказаться и сказать да я я без палки и вряд ли чего могу с собой сам и сделать я не самый крутой боец поэтому все вопросы решаем в правовом поле будем судиться только так и никак иначе драться не готов если тот затевает драку они дерутся все но никаких вызовов можно не принимать это будет все нормально вполне конце концов любой мастер любого стиля караты не обязан быть самым лучшим бойцом в мире он мог им когда-то быть или может еще им стать или может быть настоящий момент но это вовсе не значит что тогда постоянно кому-то доказывать по первому золу вот вот таким вот образом поэтому макс может бой как принимать так и не принимать теперь о том как это все бывает понимаете давайте вернемся люди вы если эта конфликция стилей люди выставляют друг против друга бойцов самых лучших они считают от одного стиля и от другого но понимаете уже был опыт и показывала практика не раз что в таком конфликте чаще всего обе стороны противоборствующие выставляют не своих бойцов и не бойцов даже своего стиля а знаете кто с наймитом с вами выступает обычно это либо рукопашники либо кудожники либо бойцы мм что чаще всего которые как-то грядом за находятся и берут уроки предположим по каким-то направлениям у этих самих мастеров потому что эти мастера действительно могут отобладать какими-то хорошими знаниями и каким-то пониманием в области какой-то конкретной темы ну это вот как предположим у меня занимаются люди которым я ставлю там удар и занимаясь подготовкой укрепление этом ударных самгиповерности меня например на бой вызывает какой-нибудь мастер там какое-то направление как твоя школа там говно хотя я даже не знаю какая у меня это школа да ну фудакан например не знаю потому что я фудаканом занимался всю жизнь ну вот я хочу доказать что фудакан говно а я там это мастер кёк шинкай вот и вот и я не позиционирую себя как супер-пупер бойца я я понимаю что я чемпиону мира или даже каком-то мастеру самге спорта по кёкушину по правилам кёкушина уж точно проиграю вне всяких это вопросов и то же самое по боксу да например вот то что у меня компетенции другая я могу поставить этому человеку там удар но как из пушки могу там укрепить ему руки дает методику дать вот не значит что я там супер-пупер там воин да вот ну боец самый лучший там тимоги по спортивным правилам вот неужели же я буду принимать с вызов но так как вызов будет тянут не мне а стилю то я должен буду там искать лучшего какого-то бойца ну вот а окажется что фудокане предположим ну мало бойцов которые там готовы драться по этому унифицированным правилам со всей борьбой и всем прочим 5 10 и у меня в секции просто где я занимаюсь меня занимается человек который является чемпионом мира по ммм и я говорю он у меня занимается значит ученик мой вот давай с моим учеником здесь я выставляю там ученика своего который является мастером спорт международного класса в ммм и кто побеждает и что это вообще доказывает ученик мой да я могу даже нацепить на него лейбл фудокан но это так и в обратную сторону бывает я такой уже видел не раз и такие-то конфликты были когда в итоге конфликтуют между собой два стиля а для того чтобы доказать и там от правоту какого-то из них области оба стиле или один из них сам не выставляет бойца вовсе не своего стиля а просто контактника хорошего международного класса и тот реально побеждает и как бы как бы доказывает что стиль его там самый лучший понимаете это вообще ну параш получается полный видите нигде ничего не доказывает во первых это это доказывает просто позорище того что не один сам чистый стиль когда доходит дело до реалии не способен выставить серьезного это бойца который по унифицированным там правилам они чтобы уверены были но победит наш наш искусством занимаются все а ммэ это говно но когда дело доходит до драки вот они это выставляют вот таких-то бойцов потому что те реально умеют драться по любым правилам как угодно и как правило не отказываются потому что у них еще и дух очень хороший сильный вот найти идею да вот поэтому это просто ну вот с признание того что однозначно о чем все о чем я все время говорил что ммэ унифицированный стиль к которому придут все стиль боевых искусств и пришли бы уже давно если бы от реального боя зависела жизнь вот так вот вот так это получается ну и вот и как развивается конфликт дальше дедика и мистер вова значит один бросил вызов напрямую своему бросил вызов напрямую к обидчику стиля то есть дедик бросил вызов самому мистер вову оскорбившись на то что тот оскорбил стиль это раз это первая версия вторая версия он оскорбился лично потому что ученики мастрового сомги пришли и затеяли потасовку или не затеяли но короче из-за них сомги случился сомги конфликт из-за которого теперь и в правовое поле перешли вопросы то есть там еще и судебное разбирательство возможно будет потому что и заявление милицию и с одной из с другой стороны это раз и мама у дедика в шоке то есть задеты ее самочувствие личное дедика относятся к этому щепетильно также жена и дети принимали но видели ксм конфликт для дедика это неприятно и тоже поэтому он вызывает у мистерового на бой лично вот из-за этих самых вещей вот если по первой части когда если это конфликт между стилями мистеровой может отказаться то во втором случае он может отказаться просто формально вот и принести все в решение вопроса в правовое поле но обижаться по поводу того что дедик сделал на него эту пародию ему уже не придется то есть конфликт в этом плане должен быть абсолютно снят и и требовать от дедика скажем так извинений уже не придется потому что если он послал своих учеников они спросили уже то что они получили люлей там или не получили но они получили что хотели либо они побили дедика либо он их побил но все они пришли решать конфликт со силовым методом в чью пользу решился это неважно это как реально при дуэли не обязательно побеждает тот кто на дуэльцем вызвал давно он может и проиграть но в любом самом случае конфликт этим должен быть исчерпан теперь то есть а а получается что конфликт между дедиком и мастровом по поводу оскорбление дедиком мастрового снят теперь а а теперь остается оскорбление мастровым дедика тем что не адекватная была как бы эта тема чтобы что задеты были досмотрите лица но здесь можно сказать что тут то же самое так как потасовка состоялась все таки значит все значит конфликт исчерпан и значит остается конфликт между стилями между стилями я уже рассказал как это решаться может это могут быть выставлены там ученики действительно если не один из них или один из них не готов лично выступать как лицо и лучший боец стиля принимать вызов от имени всего смги стиля теперь конфликт между учениками мастрового и дедиком между вывозы вызовом одного из учеников смги мастрового то что он значит вызвал макс дедик макс дедик может не принимать этот вызов оставить решение в опоровом поле потому что для доказательства за стиль зачем ему сам драться с бойцом который реально не из этого стиля а просто учеником мастрового является но сам он как это известно сам и стало из ряда там источников он то ли рукопашник то ли боевой сам бист то ли там еще чемпион мира причем чемпион мира по какому-то направлению понимаете он сам об этом говорит я тоже чемпион мира понимаете идею нафига защищать свой стиль свое направление с человеком между между стилями между синдерю и эти кушином человеком который не из синдерю это если между стилями если же и у них какой-то лишний конфликт есть между у них он в принципе уже состоялся там в додзё макс дедик если хочется продолжить дальше ну этому человеку который вызвал на бой макса дедик остается только одно если макс бой не принимает оставляет это все решение деконфликта в правовом поле просто напасть на улице на дедика спровоцировав конфликт тем самым он усугубит решение вопроса в правовом сам поле но зато может получиться сатисфакцию и дедик здесь не сможет отказаться от боя ему придется принять вызов другой вопрос вот в чем что может предпринять сам дедик для собственной самозащиты если такое генопадение совершится да все что угодно и мы возвращаемся к вопросу версии когда дедик выскочил с палкой на людей которые к нему пришли ну вот здесь я уже буду теоретизировать потому что зная макса я не могу себе представить что ни с того ни с сего он значит убежал прибежал с палкой и начал разбивать людей значит они короче говоря появились таким образом что он почувствовал опасность опасную ситуацию вот что разговорами там уже не решалось а учитывая тот факт что их было двое это это понятно любой мастер понимать что семеро зайцев со слона пинают надо защищаться тем способом который есть у тебя есть у тебя травматический пистолет и ты чувствуешь опасность на тебя нападают применяй его есть палка под рукой значит палкой биты и сбиты тем более находится рядом дети и жена понимаете а есть еще можно лицо потерять потому что масса тут учеников находится и любое поражение какое-то 5 10 оно еще и для многих и там учеников это потеря лица своего учителя и возникает такая ситуация что ничего не сделаешь просто приходится действовать такими решительными самыми методами так вот если какой-то человек 一人 на форуме или где-то провоцирует вас на конфликт предлагает встретиться там 5 10 чтобы морду начистите в этом отказать он разыскивает вас и вызывает на бой вы не идете с ним на бой по правилам которые предлагает он и он начинает на аспирировать конфликт на улице чтобы прямо ам-м или где-то там еще это в подъезде заставляет драться вас а у вас другого выбора нет как принять бой потому что вы можете отказать человеку в чем угодно но не можете отказать его в том если он хочет драться вам придется драться Если он вас бьет, вы будете защищаться, значит вам придется драться Здесь вы вольны применять как драку, так и то, что у вас есть Есть травматический пистолет, стреляйте в него и все Ну получается так, травматический пистолет он же для того и предназначен Чтобы защищать свое здоровье, жизнь и так далее Правильно, если резиновая дубинка в машине лежит Или что-то еще, газовый баллончик у вас с собой есть Защищайтесь тем способом, который есть И особенно если нападающих или людей провоцирующих конфликт Двое или трое или даже больше, понимаете Поэтому, потому что там до палки дело дошло Дедик не стал бы просто так бить Если бы он с палкой прибежал, даже, даже И когда его еще не били То это он сделал для того, чтобы показать, что он настроен очень серьезно Если они возмутились, залупнулись и полезли на него Ах ты сволочь, типа палку взял, мы сейчас тебя накостыляем И полезли на него, раз ты так провоцируешь сам конфликт Он стал защищаться палкой Но чтобы он сразу палку взял и начал бить людей Даже на оскорбление словесное или что-то еще Это очень маловероятно Хотя, в состоянии возбуждения большого Особенно, когда у тебя рядом жена и дети находятся Мог человек поступить и таким образом Ну, в общем, короче, вот я разобрал конфликтную ситуацию Со всех сторон, с каких только можно, я думаю Как всегда, я оставляю выбор и обсуждение этой темы за вами Я просто высказал ряд самих параметров и ряд выкладок самих своих дал И видение свое Что я подумаю по этой теме и как эта тема выглядит Для того, чтобы вы уже могли сами, основываясь на базе Вот то, что я высказал, найти какие-то факты в интернете Что-то посмотреть, узнать и так далее И сложить свое мнение А коротко резюмируя, я скажу вот так Да, кстати, обязательно, кто только что зашел, посмотрите это видео С самого начала, я думаю, вам будет интересно Очень просто Потому что всем интересно, кто зашел на это видео Не столько, может быть, о Дедике и Мастровом История, сколько о том, существуют ли сейчас дуэли и все такое прочее Они, оказывается, существуют до сих пор В Японии они даже есть Вызывают одни ученики других и пятые-десятые Так вот, я просто начну эту тему свою резюмирую Если один стиль хочет показать свое преимущество перед другим Однозначно, вызовы не должны быть персонализированы Ни в коем случае Потому что ни один учитель, ни один мастер Ни один мастер школы или главный тренер Или, я не знаю, апологет в стиле Самый высокий дан Он может не являться лучшим бойцом Если бросают вызов ему и говорят Ты, типа, мастер такого-то стиля Защити свой стиль Или твой стиль, типа, это говно перед моим То здесь это неправильно Просто с точки зрения самологики Этот человек может быть не лучшим Самый бойцом в своем направлении И вызов он принимать не обязан Если только он не дурачок совсем И скажет, да-да И этим он подставит под удар Сам свой стиль Если он особенно понимает сам Что не лучше в этом стиле Он просто проигрывает И получается Стиль потерпел И фиаско Поэтому на самом деле Вправе выставить Бойца Из своего стиля И с другой стороны Тоже люди выставляют Любого лучшего Самого Которого они считают Чтобы потом Было все договорено Что при любом Раскладе Что бы ни случилось Не было претензий Ни по поводу правил Проведения боя О которых надо договориться заранее Чтобы там Мы не по своим правилам дрались Не то, что у нас есть еще там И другие бойцы У этого то-то было Сё-то А у Дон и вообще Типа не наш Да и вообще он Типа не лучше Ну, чтобы этого не было Выставляйте лучших И тогда решится Вопрос Вот Лучше всего Если он Будет Унифицированным Там правилам Которых В принципе Практически Все разрешено Почему говорю Сангепрактически Потому что Когда разрешено все Это уже Уголовная будет тема Если Там пострадает Какой-то боец Если они будут В рамках каких-то Унифицированных Правил Которые разрешены Каким-то типом соревнования Например Как ММА То все это Можно и провести В рамках соревнований Все Там все понятно Будет абсолютно Кто побеждает Вот таким вот образом Что касается Личного Это вызова Здесь человек Волен вызов Принимать Или не принимать Самый тоже Хочет принимает Хочет не принимает Это зависит Так от него Если человеку бросают Вызов Человек занимается Какими-то контактными Видами Занимается для себя Давно Когда уже Не выступает А с него требуется Когда ты там Типа В прошлом Все твое Че ты там Залупаешься Давай-ка Я тебя побью Там и Докажу Что ты лошара Нет смысла Принимать такой Самый вызов Вообще никакого Если человек Дальше провоцирует Самый конфликт Ему можно оставить Один способ Только сам Развить ситуацию Это Напасть на вас Понимаете Другого быть не должно Напасть на вас Ну тогда вы вольны Применить Любой способ Самозащиты Который сочтете нужными Вплоть до применения Там оружия Если у вас Есть право На его ношение Их сохранение Ну все И нечего Нас напали Вы защищались Все нормально Вот Хотите А хотите Принимайте вызов Причем По правилам Сандуэльным По любым Вы вправе Выбрать По каким самым Правилам Вы будете принимать бой В перчатках Без перчаток По правилам ММА Или карате Или бокса Это вы уже решаете сами Если Вы этого хотите Знаете А то иначе Абсурда довести можно Какой-нибудь чемпион Будет вызывать Чемпион Который уже не выступает 10 лет И занимается для себя По правилам По спортивным Хотя на улице Еще не Ну известно Кто кого победит Потому что Человек может заниматься Прикладухой Всю свою жизнь Вот такой тоже момент Опять же Вернусь Что касается Вызова между Сангестилями Опять же Здесь Нужно обязательно Провести Проверку Того бойца Которого считаются Лучшим Этот боец Должен явно Быть Учеником Этого направления Это должно подтверждаться Всеми разрядами Участием в соревнованиях И вовсе И жизнью И все такое прочее Чтобы не было такого Что это Просто какой-то Наймит Легионер И так далее То есть Там боец Из другого направления Но Обладающий Регалиями Мастер спорта Международного Сангекласса Получится Что никакой защиты Стиля здесь нет А это Два человека Там предположим Которые Кинули вызов Сангек друг другу Будут Будут Решать Конфликт Сангек чужими руками Ну это просто Бред Вообще Собач Это что за Собачьи Ставки такие Понимаете Вот такого Быть не должно Ну все Жду вашего мнения Мне будет интересно То что вы напишите Если будут отзывы Кстати вот это видео Будет обязательно Загружено на лайв канал На ютубе еще В записке Также оно будет На моем основном канале На ютубе В записке на манжетах С вами Кимоно В С плейлисте И на лайв канале будет Так что Обязательно Да И на буду блоге Будет обязательно 3wbudublog.ru Обязательно Зайдите Посмотрите Оставьте свои отзывы Оставляйте здесь Оставляйте свои мысли Пообщаемся Интересно Подискутировать будет Ну все Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok